С наступлением теплой погоды строительство трехэтажного здания школы набирает обороты. На стройплощадку поступила вся плитка для плитцовки стен вентилируемого фасада. И уже яркие стены здания видны с центральной дороги города. У комплектовать не нужно, только завести кабель и все. Работа идет в постоянном режиме. Рады и Тома сегодня спустились в подвальное помещение, посмотрели, что смонтировано в РОУ. Это временное устройство для подачи электроэнергии. То есть он уже полностью смонтирован. Осталось только подвести внешние сети. Светильники в подвале уже все повешены, тоже все видели уже окончательно. Если взять первую и вторую секцию строительства, мы увидели, что на третьем этаже залиты полы во всех классах учебных. Значит, приступают к заливке полов, так скажем так, в рекреации. В четвертой и пятой секции мы увидели, что практически отштукатурены второй этаж. Заканчивают, будут переходить на третий этаж. То есть работы ведутся и приступили к работе. И даже уже ведутся работы по малым сетям. Скажем так, это как я в прошлый раз говорил, видеонаблюдение. Но сейчас мы посмотрели, что уже система действительно монтируется в деле. По многим параметрам это будет уникальное образовательное учреждение. Проектом предусмотрено создание общешкольной группы с кабинетами для дополнительного образования. Помещения с актовым залом, пищеблоком, обеденным залом, библиотекой, медицинским центром. Школу строители должны сдать в эксплуатацию в августе 2021 года. Вызывает волнение людей. Дана команда увеличить количество людей, потому что настали уже теплые времена. Количество отделочников должно быть увеличено. Мы проверим, насколько оно увеличено на следующем своем визите в следующую пятницу. Современные материалы и технологии позволяют проводить работу быстро и качественно. На данном проекте используется механизированная штукатурка. То есть ставится специальная станция. И с помощью специальных растворов они не совсем обычные. Именно они используются для механизированной штукатурки. Подается вода, подается ручным способом смесь. Этот аппарат сам делает замес, он сам рассчитывает водо-цементное отношение. И с помощью торкета, с помощью специального устройства оно наносится на стену под давлением. Это дает определенные преимущества в скорости изготовления, в скорости нанесения. И качество тоже оно дополнительно увеличивается. Также по новым технологиям идет устройство полов. Так называемые мокрые процессы стали менее затратными в плане времени на просушку. По поводу стяжки, тоже ставится дополнительное оборудование. Оно называется стяжечная машина. Там используется песок, цемент и вода. И также армирующее волокно дополнительно. Оператор рассчитывает пропорцию, добавляет цемент, воду, вот это волокно. Используется специальный песок, не обычный строительный песок, а специальный. Он называется мытый. И под давлением он подается на тот этаж, на котором нужен. Оператор подает, рабочие на месте там это выкладывают. И специальные машины уже заглаживают и получают вот такую идеальную поверхность. Помимо главы города за ходом строительства следят и родители будущих учеников. Родительский контроль был организован для того, чтобы представители общественности видели полную картину того, какой будет новая школа. И могли внести в этот процесс свои пожелания и предложения. Мы знаем, что существует родительский контроль за строительством школы. Когда планируется очередной их визит? Зимой они не ходили, как бы тут смотреть было нечего. А сейчас самые такие ответственные работы для родителей начинаются. Ну как раз мы планируем, наверное, посещение на второй неделе апреля. Почему, скажу, ну мы сейчас видели грязь, чтобы было и комфортно ходить. И уже было видно, что реально сделано, чтобы родители могли оценить ту работу, которая была планирована с последнего их визита сюда. Регион по численности населения растет. Соответственно, должна расти и улучшаться социальная инфраструктура. В 2020 году сдали в эксплуатацию 32 школы. В 2021 сдадим 36. Отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев.